Как предотвратить, как бороться с уже имеющим, от чего в принципе наши исследования отталкиваются, когда мы рекомендуем те или иные мероприятия по борьбе с онкологией, ребята. Сегодня тема, что это важнейшая, которая будет спасать жизнь, и прошу вас обязательно смотреть от начала до конца. И еще раз, все эти исследования, которыми я с вами делюсь, строятся только на нашей практике, ребята. На том, что за последние 10 лет мы наработали в рамках курса ПГ-марафон, общаясь, работая, консультируя, наблюдая, исследования анализов крови, субъективные отзывы людей и, конечно же, объективные показатели исследований, когда у нас от онкомаркеров до имеющихся опухолей, когда мы контролируем объемы, размеры, когда мы на химии, когда мы с, например, каким-то хирургическим вмешательством, какое восстановление, какие шансы, рецидивы и прочее других. Огромное количество вопросов, ребята, которым будет казаться сегодня рака, пожалуйста, смотрите от начала до конца. Всех прошу, кто хочет жить долго и в свое здоровье инвестировать, подписываться. Дайте пальцы наверх. Меня зовут Алексей Ворон, я автор, ведущий диетолог, работаю в рамках курса ПГ-марафон, как мне лицензию Минздрава Терреской Республики. Уже очень много лет мы трудимся и помогаем людям обретать здоровье. Ребята, тема рака очень обширна, тема рака очень важна. И я хочу с вами поделиться простыми, понятными, четкими советами, которые, я уверен, вам будут очень важны и помогут в этом супер-очень важном, остром вопросе. Значит, смотрите, какая штука. Мы считаем, что это по большей части генетическая история. Мы считаем, что это по большей части, например, какая-то история, связанная у бабушки, у мамы, у прабабушки, еще у кого-то. Не нужно воспринимать рак как генетическую данность. То есть, если вы смотрите на, например, такой сценарий. Если у дедушки был рак, например, легких возьмем, и у отца был рак легких, например, возьмем такую историю. Какой шанс того, что у вас будет рак легких? Ну, достаточно немалый шанс, что у вас будет рак легких, если вы не решите главную проблему. То есть, главная проблема, которая была у отца и у деда, которые умерли от рака легких, это привычка курить сигареты. То есть, вот такая вот эпигенетическая приобретенная привычка, которая стимулирует, например, возникновение рака легких. И мы не можем в изоляции взять как заданность, у деда рак, у отца рак, и у меня будет рак. Но мы не можем слепо смотреть на те факторы, которые способствуют возникновению этого рака. Ну, это такой банальный пример, который вы все знаете, что онкология легких очень, скажем, кратно увеличивается в шансах появиться у человека, который курит. Но почему мы не смотрим с вами на, например, любой другой рак, как на, вот, допустим, с этой ситуацией с легкими, да? Мы же понимаем, что курение повышает шанс онкологии. Ну, например, на другой, любой рак, который вы можете и должны смотреть, вы должны смотреть через точно такую же призму критическую. То есть, например, почему мы не обращаем внимания на главный провокатор рака у практически любого человека метаболический синдром. Об этом вообще не говорится, об этом вообще не поясняется. То есть, вы понимаете в здравом мире рассудки, что если ты будешь курить, скорее всего, ты умрешь от рака легких. Скорее всего. Да, это кратно повышает, и мы все знаем, что курение это страшный, значит, канцероген. Метаболический синдром, в котором 100% больных с раком находится, является максимизирующим фактором, который будет провоцировать рак. Если у нас, например, сигареты плюс метаболический синдром, если у нас алкоголь плюс метаболический синдром, если у нас другие факторы, которые стимулирующие рак, приглашающие рак в вашу жизнь, присутствуют, плюс метаболический синдром. Это кратно увеличивает шансы, что у тебя это будет. И что такое метаболический синдром? Метаболический синдром, прямыми, простыми словами, это проблема целиком каждого человека на этой планете, который живет с калорийным, внимательно сейчас, калорийный избыток. Калорийный избыток в основном приходится на углеводистую составляющую, из-за чего поджелудочное больше нагружено, из-за чего больше инсулина, из-за чего связанная энергия из калорийного избытка углеводистой отправляется по большей части в жировые депо. Не у всех, но когда мы видим с вами на главные факторы, провоцирующие рак, метаболический синдром всегда фигурирует. Но мы об этом не говорим, мы об этом не пишем, мы в большинстве случаев вообще в первый раз, вот сколько у меня раковых больных проходило через ПГ-марафон, скольких я консультировал, сколько после химии, после удаления, сколько в принципе на ранних стадиях. Ни разу, ни один онколог со всей планеты люди к нам приходят, со всей планеты, ребята, от Австралии, Израиля, Северной Америки, Канады, Германии, Британии, Чехии, любые абсолютно страны СНГ, ни разу никогда я не слышал, чтобы онколог, который консультирует больного, заговорил о метаболическом синдроме. Еще раз, ребята, метаболический синдром контролируется вами только через контроль качества еды, это не значит дорого, это значит, что у вас должно быть четкое распределение БЖУ. У вас есть дневное потребление калорийности, для того, чтобы понять, какое вам количество калорий нужно, на 27 умножьте свой вес, вы получите среднестатистическую цифру, которая даст вам возможность не набирать особо и не сбрасывать особо, то есть для поддержания веса. Если вы хотите сбрасывать, на 23 умножьте свой вес, и вот теперь, получив эту цифру, на 27 вы умножили свой вес, вы получили, например, там, 2000 калорий. Теперь задача эти 2000 калорий получать из корректного распределения БЖУ, о чем большая часть людей вообще, в принципе, никогда не слышала. В этом суть проблемы рака. Вы живете в метаболическом синдроме, большая часть людей потребляет калорий больше, чем им нужно, но если в основном, когда мы консультируем, мы видим, что люди, которые влетают в рак или в рисках, или с высокими онкологиями, это маркерами, в метаболическом синдроме, обычно они потребляют в день цифру калорийную где-то 32, 33, 34, 35, минимум 30 умножить на свой вес. То есть они находятся в калорийном избытке. Калорийный избыток из неправильной БЖУ пропорции. То есть у вас есть качественный калорийный избыток, когда вы, например, очень интенсивно занимаетесь спортом. То есть у вас 30 дней, 30 тренировок, часть кардио, часть силовых, и у вас вот этот объем энергии, который вы должны восполнять, потому что вы тренируетесь. Да, вы можете на 32, 33 умножить свой вес и придерживаться пропорции БЖУ корректной. Большая часть людей, которые с раком, к сожалению, столкнутся так или иначе, находятся в калорийном избытке. Это я сейчас, да, скажем, относительно мягко вам говорю по поводу пропорции. То есть 32, 33, это еще, скажем, по-божески, многие, кто влетают в рак, 38, 40 пропорциями. То есть они на 40, если ты умножишь свой вес, и ты потребляешь это количество калорий, это колоссально, это в два раза практически больше, чем тебе необходимо для поддержания жизнедеятельности. Потому что мы все любим есть. Современная культура и пищевая промышленность подарила нам уникальнейшие продукты, которые очень сильно стимулируют аппетит, которые очень мощно поднимают уровень инсулина, и у тебя будет сильнейший голод постоянно. Потому что ты много углеводов, много инсулина, сильнейший голод, потому что инсулиновая резистентность не может быть без голода. И получается, ты потребляешь много калорий. И теперь для того, чтобы вы были застрахованы, да, вот вы в свободном формате на 27 умножили свой вес, вы получили, например, 2000 калорий. И теперь задача, какие эти 2000 калорий? То есть вот это вот то, что люди большую часть не понимают, они едят просто как, ну простите, как, ну, сказать как собака нельзя. Потому что собака не съест больше, чем ей нужно, понимаете? Любое животное, которое вы возьмете в дикой природе, не ест как человек. В плане того, что только человек виновен в чревоугодии и грехе, понимаете? Только человек виновен в грехе чревоугодия, ребята. Ни одно животное не убьет больше, например, ваш лев или тигр, ваш, да, какой-то, значит, плотоядный хищник, или ваша гусеница, или ваш муравей, кто угодно, не сожрет больше, чем ему нужно. Только человек в этом виновен. И вот если ты представляешь, да, что вам нужно 2000 калорий, большая часть из нас вместо 2000 едет 3000, потому что вкусно, потому что классно, потому что хочется. И контроль здесь должен быть. 2000 так 2000, и при этом правильный баланс БЖУ должен быть. То есть не просто 2000 из чего попало, что большая часть людей кушают, а 2000, когда мы говорим калорий, это фигуральная цифра. Еще раз, умножьте свой вес на 27, и цифру, которую вы получите, у вас максимум 10% ваших калорий должно приходиться на углеводы, остальное белки и жиры. Тогда у вас не будет много инсулина, у вас не будет инсулиновой резистентности, у вас не будет метаболического синдрома. И даже если вы с лишним весом умножите на 23 свой вес и придерживаетесь той же пропорции, 10 на углеводы, остальное белки и жиры. Для простоты понимания счета, что вы сейчас не пугались, о боже, мне нужно толкаться, таскаться с весами. Если вы будете придерживаться стандартной пропорции мяса и салат, вы не переедите. Потому что мясо и салат дают вам по умолчанию вот эту божескую, корректную, правильную пропорцию. По умолчанию. Если вы будете есть стейк и салат, мясо, рыба, птица, любое животное какого-то происхождения, количество калорий, вы съедяете его. И, например, салат с хваченной капустой, огурцом и луком. Или помидор, огурец, чеснок. Господи, помидор, огурец, лук, редиска, укроп, там, столовая ложка жирной сметаны, например. Заправили салат, и у вас вот такой салат плюс кусочек мяса вы не переедите. Потому что такие калории не дадут вам флеска инсулина. Но, например, если мы возьмем мясо и картошку, то тогда картошка имеет гликемический индекс 90 плюс. Она вам поднимает сильный инсулин. У вас из-за сильного инсулина будет всегда скачок аппетита, больше слюноотделения. И вы больше съедите. То есть, если просто кусочек мяса и салат, у которого гликемия до 25, то у вас не будет сильного всплеска инсулина и не будет сильного голода. И тогда вы съедите впрок. Достаточно вы съедите. На ближайшие 6, 10, 12 часов вы съедите эти калории, которые вас будут удовлетворять. Но при этом не будет того, что вы переедаете. Еще раз, вы съели ваши калории, они медленно усваиваются. Гликемия у них низкая. Но если ты съедаешь с процессом каким-то связанным с гарниром, там рис или каша или что-то, что имеет гликемию выше 60, всегда будет переедание. И всегда ты съешь больше, чем 27 умноженное на свой вес. То есть, вместо 2000 калорий у тебя завтрак, обед, ужин. Ты каждый прием пищи на 300 калорий перебираешь. И общее количество углеводов в них выше. Поэтому у вас выше общее количество инсулина. Поэтому у вас выше общее количество жира. Больше количество аппетита. Грелин гормон голода доминирует. Лептин гормон голода подавлен. Поэтому ты все время ешь. И ты находишься в метаболическом синдроме. Который, здравствуйте, добрый вечер, приглашает ваш рак. Потому что рак обожает сахар. Метахондрия, которая в вашем организме, в клетке является главной. И сейчас внимательно, ребята. Один из главных источников происхождения рака. Вы должны понимать. Ваша клетка – это уникальная машина по производству электрического тока. По производству и складыванию элементарных клеток сложнейших. Представьте себе, гигантский конструктор лего. И вот в вашей, в каждой клетке, есть митохондрия. Которая отвечает за энергетический обмен. Под воздействием стресса на клетку. Это могут быть внешние стрессы. Типа, я подвергаюсь радиационному излучению регулярно. Что стимулирует мутацию ускоренно. Этот стресс на клетку приводит к тому, что у нас появляется рак. Но большая часть из вас не живет под воздействием радиационного фона. Большая часть из вас стресс в организме на клетку и тот стресс, который пролонгированный длительный в виде метаболического синдрома инсулиновой резидентности, привносит сами из пищи и пролонгированный воспалительный процесс в вашем теле в длительное время нахождения. То есть у вас рак не развивается за неделю, порой даже не за год, а за десятилетия. Но большая часть рака 40+. Мало того, что мы с вами живем теперь относительно дольше, но больше 40 лет риск рака драматически повышается. И пролонгированное долгое проживание человека под метаболическим синдромом так или иначе повышает воспалительные процессы, большое количество инсулина. И по итогу мы с вами видим вот это, да, inflammation, процессы в организме, которые заставят митохондрию какой-то клетки в какой-то определенный момент под воздействием длительного количества стресса мутировать и превратиться в раковую. Ваша клетка доброкачественная, которая по такому процессу, который называется apoptosis, клетка, которая имеет мутацию, клетка, которая некорректно работает, клетка, которая не может принести пользу, в нее вложено в ДНК через apoptosis процесс самоуничтожения. То есть клетка, которая не полезна, не может быть для вас, да, надежным опорным звеном. Она запрограммирована на самоуничтожение. Но раковая клетка не может умереть. У нее apoptosis процесс, который вложен в ДНК в вашей клетке, отсутствует после мутации. И поэтому клетка раковая бессмертна. Она делится, размножается в местах, где скопление и воздействие, оксидативное вот это воздействие стресса в организме выше, больше шанса рака. То есть, например, если у вас воспалительный, длительный, долгий процесс годами цистита, инфекции, скорее всего рак мочевого. Если у вас воспалительный, долгий процесс в легких из-за курения, скорее всего рак легких. Если вы пьете супер горячий чай, который ожигает и создает воспалительный процесс постоянно в горле, рак горла. Если у вас постоянно застои лимфы, рак лимфы. Если у вас малоподвижный образ жизни и вы мало двигаетесь, рак крови. Если у вас отсутствует нагрузка, компрессионная, растягивающая, вытягивающая, перегрузочная, у вас, скорее всего, рак кости. У вас всегда будет тот рак, который на фоне метаболического синдрома, на фоне длительного воспалительного процесса и на фоне разных жизненных обстоятельств, которые человека так или иначе посещают из-за того, что жизнь боль, конечно же, так или иначе способствует возникновению рака. И вот в этом случае вы должны понять одну очень важную штуку такую, ребята, что вы можете обратить этот корабль, обратить этот, да, идущий курсом на айсберг, просто ваш Титаник, повернуть. Даже если у вас есть уже рак, вы можете с ним бороться. Если у вас нет рака, вы можете его противодействовать шансу возникновения. Первое, что вы уже поняли, метаболический синдром. Что нужно для этого? Есть почище, есть чуть-чуть реже. Очень просто. Мясо, салат, покушайте после 12. Два приема пищи, три приема пищи. В 12, в 3, в 9. Да не вопрос. То есть один из главных инструментов, который выводит вас из риска рака, это понижение инсулина. Это понижение воспалительных процессов. Это понижение соя. Это понижение в вашем организме любых затяжных процессов, которые связаны с метаболическим синдромом, которые привязаны на пище. И на активности следующий процесс. Если вы чуть-чуть позже будете есть, например, в 12, в 3 и в 9. Если у вас прием пищи будет сырочек, яйцо, авокадо, помидорчик черри или пару кусочков яблока на завтрак в 12, не в 8 утра. Если у вас обед, например, тушеная говядина и салат с квашеной капустой. У вас ужин, например, кусочек рыбы и какой-нибудь помидорчик-огурчик. Если вам нравится сладкое, пожалуйста, кето-десерты у нас в телеграм-канале под видео в YouTube. В описании вы можете найти там ссылки на эти кето-десерты, их множественные форматы. И вы можете быть и сладкоежкой, и при этом не повышать вот эти воспалительные процессы и контролировать колораж. И у вас не будет личного аппетита, не будет метаболического синдрома благодаря этим десертам нашим замечательным. И вот с умом, тактом и знанием дела подойти к строительству вашего меню, это супер важно, ребята. Если ты подойдешь без понимания, как пользоваться твоим телом, рано или поздно три главных убийцы современного человека. Это ишемические болезни сердца, это инсульты и это рак. Так или иначе, один из них тебя достанет. Если ты подходишь со знанием дела, если вы умножили на 27 цифру вашего веса, если вы придерживаетесь пропорции или даже чуть-чуть меньше, вы едите чуть-чуть позже, вы уже не будете в риске раковых. И вы поможете не иметь этого продолжительного оксидативного стресса, который приведет к мутации вашей митохондрии и к возникновению этой раковой клетки. Значит, дальше вы добавляете активность. Это один из мощнейших инструментов. То есть отсутствие завтрака порождает в вашем организме процесс, который называется аутофагия, который мы изучили вдоль и поперек, мощнейший инструмент с имеющимися доброкачественными и злокачественными. То есть когда у нас с вами миомы, кисты, аденомы, когда у нас полипы, когда у нас рак и доброкачественные и злокачественные, аутофагия, отсроченный завтрак как можно позже, заставит ваш организм как минимум после 16 часов. Ну то есть в идеале это 12-16 часов без пищи после пробуждения. То есть вот как можно позже первый прием пищи. В идеале это вот каждый день из ваших 365 дней после пробуждения в 12 часов не едите. И для многих это невозможный фантастический процесс. Я же своим примером говорю, я, ребята, ложусь спать в 11.30, ем в 10 часов кусочек мяса и салат круглый год всегда. В течение 30-40 минут кусочек мяса и салат набирается достаточное количество калорий. Пускай там не только кусочек мяса и салата, там и яичинка какая-то с беконом, мясо, еще что-то, но обычно час. Это максимум, который мне нужен для того, чтобы набрать калораж, который необходим для поддержания веса на фоне интенсивных тренировок. Хорошо, можете в 6 и в 9 два приема пищи сделайте, пожалуйста, по 1000 калорий каждой. И вообще не проблема, вообще не проблема. Но то, что вы получите взамен, если вы отодвинете завтрак и обед, вы получите вот эту аутофагию, и вы получите укрепление иммунной системы, которая будет уже бороться более эффективно с раком. Потому что раковые клетки намного более resilient, слово на английском, намного более живучие, намного более агрессивные, намного более стойкие к работе вашей иммунной системы. То есть Т-клетки-убийцы, которые должны выискать патоген и уничтожить, они беспощадно уничтожают, например, вирус, беспощадно какую-то инфекцию. Но с раком они просто абсолютно обезоружены. Они не могут действовать на рак. Они просто не воспринимают рак как какой-то инвазивный процесс. Они воспринимают как свои же клетки. И ваша задача укреплять иммунную систему. И процесс аутофагии поможет вашему организму отправляться с уже имеющейся онкологией. И усилит эффект, например, сохранения вашего иммунитета, если вы на химии. Аутофагия мощнейший инструмент, который включать обязательно. У меня есть ролик отдельно на этот предмет. Регулярные и продленные голодания. 48 или 72 часа голодания, которые укрепят иммунную систему дальше. То есть это не значит, что вы остальные часы и дни, когда вы едите, вы едите черти что. Еще раз, кусочек мяса и салат, салат и квашеная капуста, огурец. Масса витамина С. Много Д3 дополнительно берется. Много цинка. То есть каждый день 50 цинка. Каждый день 4000 Д3. Каждый день столовая ложка жира печени трески. Каждый день прием пищи в 4 и 8, например. Это ваша основа иммунной системы. Я на ваших глазах каждый божий день, ребята. В этом году, в прошлом, позапрошлом, позапазапрошлом. 8 или 9 лет прямых эфиров каждый божий день, несмотря ни на какие гриппы, вирусы, болезни, любые ковидные истории. Да, на меня оно может нападать. Но я чувствую, что тело, когда оп, подхватили что-то. У меня трое детей. Садики, школы, курсы и прочие все истории. Дети тянут постоянно. Я живу в барокамере какой-то, где я вообще не воздействую с внешним миром. Востоянно чувствую, что что-то, особенно в сезон холера какая-то зацепилась, но тело справляется со всем этим на лету, и у вас точно так же это все может происходить. И вы можете работать каждый день на 100% своих возможностей, если вы не будете мешать вашему организму. Но вот эти 48-72 хотя бы раз в месяц, если вы будете делать голода, если вы будете каждый день делать хотя бы с 4 часов прием пищи и мясо, салат, даст вам отсутствие воспалительных процессов, укрепление иммунной системы, укрепление работ Т-клеток, укрепление вашего организма суцела. Дальше на это 10 тысяч шагов вы добавляете как минимум каждый день. Спортивные нагрузки, какие вам нравятся. И не оправдывайтесь из области, у меня нет времени, у меня нет сил, у меня нет энергии, у меня нащише, все-таки чепуха. Еще раз, кому вы оправдываетесь? То есть если у вас рак терминальной стадии, и вы уходите из жизни со страшной болью, после операции, после того, как опустошили все кошельки вашей семьи и все равно вас не спасли, кому вы оправдываетесь? Своему мужу или своей супруге, своим детям или своим родственникам, кого вы оставили в долгах после вашей кончины, не спасли от рака. Но зато, когда у вас была возможность еще 3-4 года назад быть более спортивными, двигаться, бороться, тренироваться, есть чуть-чуть позже, есть чуть-чуть чище, вам было не до этого. То есть ты не воспринимаешь угрозу всерьез, и ты не воспринимаешь даже не то чтобы угрозу, просто элементарно, я хочу быть стройным, я хочу быть сильным, я хочу быть здоровым, я хочу в свои годы выглядеть младше, я хочу быть лучшей версией себя. Даже вот эти простые банальные вещи, да, я просто хочу, как все, да, сезон наступает, у нас один из самых популярных сезонов по гамарафону, это майский, все такие у меня на праздники, у меня на пляжи, у меня прочие другие истории, людей движет история с тем, чтобы она влезла в купальник, и Танька, подруга по школе, с которой они ездят каждый год отдыхать на пляж, обзавидовалась, понимаете, вот эта вот мотивация у людей. И даже под этим соусом я готов помогать вам работать, да, вот если вы хотите, чтобы у вас была стройная фигура, если вы хотите, да, вот эту вот историю, то это работа не только в мае перед пляжным сезоном, каждый божий день, 365 дней, ты ешь чуть-чуть позже, ты ешь чуть-чуть чище, больше активность, зал или домашние тренировки, скакалка, закаливание к этому прекрасно подходит, и это даст вам фундамент работы вашего тела корректно в отсутствии ментаболического синдрома. И да, вы будете влазить в ваш купальник, ваша Танька обзавидуется, которая будет абсолютно кусать локти, вот я жру постоянно, а вот моя там одноклассница такая вот омоложенная, все на свете. Если у вас это двигающий фактор, различно все то, я готов ехать на волне, да, желание выглядит лучше, чем ваша одноклассница, или ваши одноклассники, ребята. Моя задача как педагогу вам разъяснить, что вам нужно для того, чтобы вы были здоровы и жили долго, чтобы рак с вами не произошел, чтобы вы не уничтожили финансово свою семью и не покинули эту землю, оставили своих детей и мужа или друзей и приятелей без как бы человека, который является центром для многих семей и общества. И моя задача, чтобы вы жили как минимум до 100 лет, и вы жили до этих 100 лет не просто немощно, а полноценно, максимально заряженно, максимально, с максимальной, да, чтобы жизнь была, понимаете? Вы сами знаете наших бабушек, которые десятилетиями отсиживали до инсульта в их квартирах, панельных домов, засматривая новости, заедая рисом кашей и на праздники делая беляши. Значит, инсульты, раки, вот как ушли бабушки наши все. Инсульты, раки, и просто последние 10 лет из наших мам напили крови столько, не от зла, а от того, что после инсульта ходили под себя, понимаете, под себя. И тебе нужно досматривать стариков и еще свою жизнь как-то жить. И вот я не хочу, чтобы с вами произошла история хождения под себя, да, вы можете до 100 как минимум, с максимальной силой, с максимальной выносливностью, с максимальной продуктивностью, вы можете и будете, ребята. Если вы будете пользоваться своим телом корректно, в первую очередь избавьтесь от калорийного избытка, во вторую очередь контролируйте БЖУ того, что вы едите. В третью очередь добавьте вашу активность. И еще раз, никаких оправданий, фраз нет времени, нет сил, нет желания, нет еще какой-то. Это только лень, ребята, и только лень тобой управляет. И только лень тебя погубит и отправит тебя на тот свет. Всех прошу сейчас поставить палец наверх. И прошу вас обязательно, если вы цените действительно свое здоровье, вы абсолютно ставите его 15 сентября. Присоединяйтесь к моей группе и к моей команде на старт 80-го юбилейного сезона нашего зрительного курса по гомарафон, который стартует еще раз 15 сентября в нашем инстаграм и в ютюбе. Вы раскликиваете описание под роликом вот здесь. И вот здесь у вас инструкции, как к нам присоединиться, все, что входит в нашу программу. Это ваш главный защитник от рака. И в вашем инстаграм, ребята, вот здесь у нас с вами, значит, в инстаграм самый первый пост. Написано «Регистрация в новый сезон открыта». Нажимаете на него, у вас открывается вот этот баннер. Написано «Регистрация в новый сезон открыта». И вы, значит, к нам присоединяетесь. Если вы можете это сделать, нас смотрит 4 миллиона человек в месяц. Я могу взять группу только 50 человек. Я понимаю, что реалистично невозможно взять всех. Вы смотрите дальше самостоятельную работу. Вы осуществляете для того, чтобы дальше бороться и помогать себе и своим родственникам. Самостоятельно, ребята, уже сейчас, после эфира, когда мы закроем ваши вопросы сейчас, вторая часть, как всегда, у нас, вы смотрите следующий ролик, который вам даст главную базу и главные инструменты здоровья. Значит, вы смотрите ролик, в YouTube зашли и написали в строке поиска. Алексей Ворон, как побороть метаболический синдром. Это очень важное видео, которое защищать вас будет. Уже 221 тысяча человек, я вижу по статистике себе жизнь, спасли этим роликом. Мы написали в YouTube, Алексей Ворон, как быстро вылечить инсулиновую резистентность и метаболический синдром. И вот этот ролик, вы смотрите, это ваше оружие номер 1. Это ваша Библия здоровья, азбука долголетия и ваша просто таблица умножения красоты и здоровья. Ребята, сейчас беру ваши вопросы с огромным удовольствием, буду вас консультировать. Поехали, берем и подписываемся. Когда косточка на ноге болит. Значит, это намазать йодом, калий, пи для поддержания. Да, значит, если косточка на ноге у вас увеличивается, напухает, болит, пяточная шпора там же у вас. Вся эта история с накоплением мочевой кислоты, это огромный сигнал. Сигнал, то, о чем я сегодня говорю, да? Вы двигаетесь в панкреатит. Вы двигаетесь в этом случае и в рак точно так же. Понимаете? Еще раз, если на большом пальце ноги у вас увеличивается косточка или пяточная шпора, любые места отложения мочевой кислоты сигнализируют о воспалительном процессе в вашем организме. Сигнализируя о воспалительных процессах в вашем организме, ваше тело говорит, что что-то идет не так. Вы можете быть уверены, что если у вас повышена мочевая кислота, которая, собственно, и откладывается в этих местах, вы можете быть уверены, что откладываясь в этих местах, она вам породит ряд проблем, ряд беды и ряд вопросов. Но самое главное, самое главное, о чем мы с вами можем говорить, если увеличиваю косточку, вы в метаболическом синдроме. Этот метаболический синдром является для вас главным рисковым фактором рака, о котором мы сейчас с вами говорили. Метаболический синдром по-любому, всегда, 100% присутствует вместе с воспалением поджелудочной, накоплением мочевой кислоты, потому что если у вас много углеводов, много калорий, ваше поджелудочное по-любому участвует в процессах пищеварения. Ваше поджелудочное по-любому участвует в этих всех процессах. Вот что делать, если сегодня у вас такое настроение, и вы себе на завтрак сделали тосты, например, с нутеллой. Что вы получили? Массу удовольствия, массу положительных эмоций, круто, с чаем, нутелла, кайф. Но дальше ваши органы, им все равно на ваши эмоции. Дальше ваша печень, поджелудочная, желудок, кишечник должны справиться с глютеном, с неменяемым количеством сахара, с неменяемым количеством пальмового масла, с невменяемым количеством в суммарно пропорции БЖУ, когда вы видите, что у вас 70% из приема пищи – это углеводы. Поджелудочная в шоке, и это шоковое воспалительное состояние вашей поджелудочной, оно отражается на уровне мочевой кислоты. И уровень мочевой кислоты сразу у вас на вот этих суставах, ваши там большие пальцы ног, сразу начинает откладываться мочевая кислота в конечностях, вот там внизу. Это ваш первый показатель того, что вы делаете что-то не так. И дальше мы там видим с тему или с Алиэкспресса какие-то дичь-приблуды для того, чтобы выровнять палец. Если у вас там боль в спине из-за накопления мочевой, там какая-то дичь-подвязка, еще какая-то все-таки чушь. И да, должна быть первая, очень корректная. Как справиться с панкреатитом, вот, собственно, и посмотрите ролик. Почему двоюродная сестра ест, что хочет, хлеб, макароны, сладкое, и у нее идеальная фигура, без солилита, и хоть и питаюсь правильно, жир, окна и тому подобное. Генетически, ваша, значит, двоюродная сестра, к сожалению, имеет вот этот золотой билет. Но я не могу передать словами, насколько человек, у которого, например, есть лишний вес, какие-то вопросы визуального характера, даже на малейшее отклонение от адекватного отношения к своему телу, а насколько рисково люди, которые, как ваша двоюродная сестра, к сожалению, вот это та ситуация, когда вот она ест, пьет все, что хочет, и у нее эктоморфное телосложение, у нее не откладывается сильно в жир. Но у нее, вы можете быть уверены, если вы возьмете анализы крови, это в 100% случаев то, что я вижу, когда за уши просто, вот за уши просто, притаскивают вот таких людей, которые считают, что им все сходит с рук, за уши тянут близкие, родственники, родные, приятели, друзья. Мы смотрим анализы, и там катастрофа. Катастрофа, потому что они считают, что у них золотой выигрышный билет, им повезло, они могут. Но, ребята, эктоморфное телосложение, это отсутствие, скажем, генетически предрасположенных мест к откладыванию сала. Может быть, даже генетически вы несклонны к появлению целлюлита. Но это не значит, что здоровье внутри в порядке. В 100% случаев поджелудочная в шоке, печень ожиревшая, кровь густая, как кисель, риски инсультов, риски раков. В космосе она, к сожалению, если будет так продолжать, то длительность жизни у человека, у которого, да, вот он ест, пьет, он делает всю эту чепуху, которую он там делает, и вот он видит, да, в зеркале, горе, беда, нужно что-то делать. Ты поворачиваешься, ты смотришь, ты видишь, торчит. Нужно задуматься. Вы начинаете есть чище, чтобы просто не торчало брюхо, чтобы не выглядеть как свинота. И таким образом вы выходите с метаболическим здоровьем. А она смотрит в зеркало, у нее все ровненько, красиво, да, стройненько. А тело должно все равно справляться с этой катастрофой, которая приходит из БЖУ пропорции, из качества еды. И, к сожалению, такие люди умирают очень быстро. 40 плюс – это безумно агрессивный рак поджелудочный. Волючий страшно, на морфине люди доживают просто. Ну или если повезет, то неболючий инсульт геморрагический. Тушите свет. Так, липидный профиль плохой. Низкий, высокий, там, высокой-низкой плотности. Что делать? Чистить печень. Я вам только вчера распинался, рассказывал, что ваша печень производит холестерин. Чем чище печень, тем лучше ваш липидный профиль. Все очень просто. Можно ли совмещать пробиотики с Б? Да, можно без проблем. Последний прием пищи в 11. Подъем в 10. Значит, первый прием в 4. Получается, нет аутофагии? Позже. Ешьте в 18-19. Минимум 12 часов после пробуждения. Не вставайте в 10. Если вы ложитесь в 11, вставайте в 7. Почему вы ложитесь в 11, то идите в 10. Зачем вам 11 часов на сон? 6,5-7 часов. У вас проходит 4 часа мимо. С рождения фолликулярный гиперкератоз. Чем помочь? Напишите в YouTube. Я еще 2 года назад на точно такой же вопрос сделал отдельный ролик. Гиперкератоз Алексей Ворон. Посмотрите видео. И избавьте ребенка от этой кожи. Я вижу, что много болезней из-за проблем с желчным. Даже не буду брать этот вопрос. Говорят от того, что плюнуть себе на ногу, можно вырастить грибы. Ну, херня какая-то. Говорят еще. Я вам только что распинался. Метаболический синдром. В чем здесь желчность? Желчность это часть процесса вашего ЖКТ, который один из мучающихся на отсутствие культуры отношения к телу. Мы вот с вами любители, знаете, привязаться к какому-то. Нужно все щелачивать. Нужно все там, не знаю, намазать содой. Или там нужно жрать этому мио, понимаете? Или еще там какая-то чепушня. То есть люди любят упереться в какую-то одну проблему и думают, что вот это одна проблема, вот она решает все остальное, все вокруг. Так не работает. У вас есть суммарно общий путь вашего здоровья. К сожалению, мы не можем, да, выделить там один какой-то формат. У вас суммарно ваш лайфстайл должен быть. То есть ваша работа, ваша семья, ваши друзья, дочери ваши, там, сыновья ваши, приятели, коллеги. Еще раз, все это круто, ваша жизнь, это больно, это страдания местами, это жизнь, это суммарно, да, как бы не самая легкая история. И вот в бытовухе, вот в этой бытовухе каждый божий день вашему телу нужен результат. Еще раз, ему вообще пофигу на то, каких вы новостей насмотрелись. Вашему телу вообще пофигу, простите, пожалуйста, за мой простой французский. Какая у вас на работе ситуация, что у вас там трубы горят и вам нужно, значит, экстрасрочно, значит, там, заниматься аудитом. Вашему телу все равно вообще абсолютно, все равно вашему телу нужен результат. В конце дня, когда вы ложитесь в постель, закрываете глаза, и вы можете четко, трезво, значит, подвести, подытожить, как день закончился. Что было хорошего, что было плохого. Вы понимаете, что на работе там кризис какой-то, да, и из-за этого я все годи нажралась в Макдональдсе. Или там дома поругалась с мужем, из-за этого я напилась вина и зажрала конфетами киев-вечерний. К вашему телу все равно это яд, все это яд, и ваше тело должно что-то с этим делать. Ваша задача каждый день контролировать эти эмоции и делать то, что нужно, а не то, что хочется. Еще раз, когда конфликт с близкими, медитируйте, дышите по Вимухофу, а лучше контролируйте конфликт изначально через стоицизм. Когда на работе жопа, не доводите эту жопу, потому что она обычно из-за того, что человек ленится и не делает то, что нужно. Ленящийся человек, не делающий то, что нужно, к сожалению, ну к сожалению, ленящийся человек, не делающий то, что нужно, вы сами понимаете, да, куда оно все двигается. По работе, создание активного вида деятельности приводит к тому, что когда доходит дело до контроля твоей активности, жопа горит. То же самое, что с учебой. Доходит время до экзаменов, и мы с вами думаем, как себе наушник вставить, как там списать, вместо того, чтобы по-настоящему быть подготовленным к экзаменам. Так, значит, поехали дальше. Так, как относитесь к добавкам МСМ? Особо ничего не решают. Высокий ферритин, нормальный гемоглобин, только печень, задерживаются ферритины за печенью. С чем работать при аденоме гипофиза, с аутофагии, и опять же с тем, что сегодня говорю с метаболическим синдромом. Как появляется деменция Альцгеймера, это так называемый диабет третьего типа, то есть неофициальный диабет третьего типа. Если вы загуглите, если вы напишите, что такое диабет третьего типа, большая часть людей, ничего такого подобного нет, если вы напишите. И вы начнете изучать этот вопрос. У меня был, да, ролик о деменции. Был ролик, да, диабет третьего типа. Альцгеймер даже написано. Что такое диабет третьего типа? значит сахарный диабет 3 типа вторичное нарушение метаболизма глюкозы развивающиеся как следствие поражения так аппарата поджелудочные заболевания возникает 90 процентов значит смотрите если вы пишете дебе третьего типа и альцгеймер вы увидите что и как это все мероприятие значит видите вот он у вас здесь вот все здесь вот он вот он диабет третьего типа альцгеймер в сахаре и дальше вы начинаете изучать этот весь вопрос когда мы видим регулярно опять же все сводится видите по итогу кто по к одному и тому же как вы относитесь к своему телу когда у нас переизбыток углеводистого много инсулина это же инсулин не просто так он вашей поджелудочной возрабатывается это инсулиновая резистентность клеток всех включая клетки головного мозга и клетки резистентные к инсулину головного мозга недополучают питание кислород ваш мозг потребляет 20 процентов энергии будучи двумя всего процентами веса от вашего тела 20 процентов энергии огромное количество кислорода потребляет ваша мозговая деятельность огромное количество энергии он требует для жизнедеятельности если у тебя инсулиновая резистентность, каждый божий день, твои клетки резистентны к главному транспортному гормону, то очень просто со временем дефицит транспортной функции для мозга приводит к тому, что у нас целые кластеры начинают проседать. И вот эти нейронные, во сути, нейронные кластеры, которые теряют между другом контакт, пропадает память, начинает проваливаться краткосрочная, долгосрочная. История с Альцгеймером, с деменцией, я сейчас вот расписывал в прям отдельном ролике для вас, как это все происходит. Все закладывается в раннем 30-40 лет, да, вот это 30-40 лет. И дальше начинает прогрессировать. И только повышая в вашем организме количество кетонов и заставив ваше тело работать на кетонах, то есть у вас два принципиально разных инструмента энергообмена. Каждая клетка вашего организма может работать, митохондрия в ней работает как на сахаре, так и на кетонах. И для того, чтобы бороться с раком, вашим лучшим другом является кето, система энергообмена. Потому что раковая клетка не работает на кето. Раковая клетка нуждается в сахаре. Она очень любит ферментировать, она очень любит глюкозу. И если вы будете строго на кето, то есть мясо и салатик, для вашего мозга, и при этом антирак это мощнейший инструмент. А мозг в этом случае будет получать весь объем кислорода, потому что у него не будет инсулиновой резистентности. Это важно. Отсутствующая инсулиновая резистентность клеток горловного мозга дает тебе всеобъемлющую твою когнитивную функцию, и ты можешь иметь острый ум и хорошую память и в 20, и в 40, и в 60, и в 80, и в 100. Вы знаете, чтобы у вас, когда вам стало 50, чтобы у вас не было провала в памяти, и вы можете только по фотографиям вспомнить какие-то воспоминания из вашей семьи. А когда вам 60, вы забиваете именно детей своих. А когда вам 70, вот это самое грустное, когда у меня был на одной из консультаций родителей, ну, родители, дети в этом случае уже, с деменцией, да, приводят там своих близких, и вот этот, вот, да, как бы отзыв такой, человек с деменцией, он говорит, я не знаю этих людей, но я знаю, что я люблю этих людей. Я не знаю этих людей, но я знаю, что я люблю этих людей. Вот это экстра грустно. И сидит дочь в слезах, и она понимает, что папа забыл ее, но папа знает, что он любит ее. И это можно предотвратить, ребята. Так, судороги, магний берете. Так, дальше, поехали дальше. Что знаете о движении МД? Значит, смотришь блогера? Нет, я не смотрю таких блогеров, не знаю таких движений. Я смотрю весь контент только на английском и максимально развивающий интеллект. Я не смотрю развлекающий контент или еще какие-то истории. Так, поехали, играем. Парагармон, кальцинемия. Вчерашний ролик мой о кальцинемии и о холестеринах вы смотрите. Так, поехали дальше. Значит, так, опускаемся. Советуйте мясо с салатом, можно со сметаной. Молоко с мясом разве сочетается, кальций? Во-первых, кальций мешает у своими глупостями. Глупость, во-первых, полнейшая. И вы не едите молоко, вы едите сметану, которая по своему составу отличается по количеству лактозы. У вас одна столовая ложка сметаны на 300-400 грамм вашего салата. Вы получите из нее, да, какой-то мизер там лактозы и вообще и релевантное количество кальция. Кальция вы получите больше в сыре, который я всячески топлю, что у вас было грамм 100 в день. И кусочек мяса ваш прекрасно вам будут давать энергию. У вас тотально неправильное понимание составления меню, и я вам помогу его скорректировать, чтобы у вас было все шикарно. Значит, плато 2 месяца, как сдвинуть вес? Меньше жрать. Ну, то есть, если у вас уже 2 месяца не хватает денег на еду, значит, вы куда-то их тратите. Если у вас 2 месяца не двигается вес, значит, у вас упал вес, и вы по-прежнему едите в то количество калорий, ненадачально много двигаетесь, создавайте дефицит из большего количества движения. Все очень просто. А арифметику ты не обманешь, да, если у тебя есть, конечно, сдерживающие факторы, например, там, щитовидка, где-то немножко барахли, добавьте йода. У вас там может быть немножко приторможен обмен веществ из-за того, что у вас там D не хватает. Мы только недавно делали с вами видео о обмене веществ, как разогнать метаболизм, ролик назывался, вы можете его посмотреть. Я там советовал. Основа это щитовидка, и мало кислорода, густая кровь. Но в большинстве случаев, если у вас уже двигался вес вниз, если вы правильно едите, вы ели 2000 калорий, например, а у вас вес там 120, ну, например, и у вас упал вес до 90, например, эти 2000 калорий закрывают вашу дневную потребность. То есть вы не будете худеть уже в этом ключе, понимаете? Вам, чтобы худеть дальше, нужно либо ходить по 20 тысяч шагов и тренироваться каждый день, или плавать, что еще лучше. А что еще лучше, то, что может делать каждый, что максимально удобно, это зона 2 кардио. 60 минут, как отче наш, каждый день, угол 5, скорость 5 на дорожке на пустой желудок, и у вас дополнительно 500 калорий отлетают еще. Ну, конечно же, да, ваш расход, категорически важен расход, расход, еще раз расход. В идеале, калорийный расход для максимального расхода калорий и уже непосредственного на пустой желудок. Строго на пустой желудок проходящая кардио зона 2, это когда вот это окошко со 110 до 120 ударов в минуту вы поддерживаете в течение длительного времени хотя бы 60 минут. 60 минут зоны 2 кардио дадут вашему организму сигнал для метахондрий использования ваших жировых депо в энергию. В энергию использующиеся триглицериды ваших жировых депо на 20-30 минуту активности начинают постепенно, потихонечку, аккуратненько, значит, активироваться и вы будете жиросжигать, но не меньше, чем через 20 минут после выполнения хотя бы первого шага. Еще раз, 115-120 пульс, минимум через 20 минут начинается активное жиросжигание, потому что до этого мы работаем еще на глюкозе. И самое прикольное, что в этом во всем значит вы обязательно рассчитывайте на время. Время, время, еще раз время. Чем больше времени вы проведете на дорожке, тем лучше. Если это время будет у вас максимально затрачено в углу 5 градусов с пульсом 115-120, например, даже 90 минут или даже 120 минут, это будет еще лучше, еще эффективнее. Вот у меня есть один из моих чемпионов предыдущих сезонов по гомарафону, он вообще каждый день, когда он был по гомарафоне, полтора-два часа делал на дорожке. И по итогу за 21 день вместе с калорийным дефицитом, вместе со всеми детоксами, которые мы делаем, человек сбросил 15 килограмм, 14,9 за 21 день, огромное количество калорий. То есть хотя бы 60 минут, лучше 90 минут, можно 120 минут, но тогда вам нужна работа, делать какие-то дела на дорожке, вы же там не богемный образ жизни, где вы можете позволить себе каждый день на дорожке, от вас ничего не зависит, да? То есть если у вас там малые дети, то вы только с коляской можете себе позволить гулять. Если у вас на дорожке, угол и вы работаете, слушаете ваши лекции или наши подкасты, делаете там какие-то конференц-звонки, работаете на дорожке и точите, точите, еще раз точите. Поехали дальше вниз, спускаемся. Лучший тренер-доктор, спасибо большое. Искренне стараюсь, ребят, пожалуйста, подпишите, подскажите, пожалуйста, дочь в больнице, значит, мононуклеоз, проходит лечение, как восстанавливать организм, сейчас у нее будет интенсивное, ургентное вмешательство, дальше ей обязательно нужно будет восстанавливать и наше видео, как побороть метаболический синдром быстро, Алексей Ворон, вот там советы, потом, например, топ-100 продуктов, которые вы можете взять с мононуклеозом, это фантастически большинственный инструмент, который будет максимально инвестировать. Пожалуйста, посмотрите это видео, вы сможете ей помочь, но очень важно понять, что пока у нее будет ургентное такое, да, вмешательство будет, будет работать фармакология, когда фармакология закончится, все будет только на ней, и очень важно составлено корректное меню. Значит, кандида питается жирами, нет, кандида питается сахаром, это гриб, грибок, который прекрасно, очень любит лактозу, кандида очень любит любые углеводы, ваши конфетки белочка, какие вечерние, красный октябрь, ваши гренки, ваша нутелла, ваша сгущенка, ваш кирпичик со сгущенкой, любимая комбинация, сникерсы, марсы, конфетки, вафельки и прочая другая история, картошка, рис, гречка, все это вашей кандиде передают большой привет, в особенности молочные продукты, свежие молочные продукты, такие как молоко, такие как та же сметана, которую я рекомендую, если у вас кандида, вы не берете сметану, вы заправляете салат оливковым маслом, максимум это сыр, потому что в нем нет лактозы вообще, в принципе, лактоза там не будет способствовать развитию вашей кандиды. Леотон хорошая мазь, спускаемся вниз, значит, расторопшу утром берется все правильно, пониженное давление, можно хлорофилл, с гипотонией хлорофилл еще дальше разжижает кровь и повышает количество кислорода, у вас и так, если низкое давление, может быть вам не нужен хлорофилл, вам больше подойдет вид грас, то есть вот эти вот сок из побегов пшеницы молодой, 56 больные колени, трудно набирать шаги, можно ли делать, да, конечно, велосипед или эллипс, а лучше даже плавание, холестерин плохой, как лечить, посмотрите вчерашнее мое видео, не лениться о холестеринах, вчерашнее мое видео, нет такого понятия, как плохой холестерин, у вас же нет такого понятия, как плохая рука и хорошая рука, у вас есть левая рука и правая рука, правильно, у вас есть левая нога, правильно, левое ухо, правое ухо, У вас нет плохого и хорошего уха, у вас нет в организме плохого холестерина, у вас есть высокая, низкая, у вас есть общая, у вас есть глицериды, вчерашний мой видеоролик посмотрите, вы поймете, как с ним работать. Пожалуйста, при варикозе делать такое упражнение, встать на носки и резко опуститься в пол, господи, ну вы же ходите по лестницам, вы же ходите, вы же не сидите в данном месте, ну становитесь, опускайтесь, прыгайте на батуте, прыгайте на скакалке, поймите, варикоз здесь не от этого будет ухудшаться. Варикоз ухудшается, чем хуже и дольше вы живете с жирной печенью, тем хуже ваш приток венозной крови обратно в этот фильтр печень, чем гуще ваша кровь, тем хуже ваш варикоз. Пока одевайте компрессионные чулки, прыгайте на скакалке, тренируйтесь, толкайте платформу, делайте выпады, делайте любые упражнения, ну в первую очередь печень, печень, еще раз печень, разжижать кровь, чистить печень, чтобы кровь быстрее возвращалась венозная. Значит, грибок, опять же, грибок пальца ноги, только делали недавно видео, ну не то, чтобы недавно, месяца два, на ютюбе написали, Алексей Ворон, грибок пальца или грибок ногтя, посмотрите, пожалуйста. Ячмень, не проходит неделю, отек, бутоны будет, да, значит, выделений нет. Значит, смотрите, зудит, ячмень, прочая вся история, воспалительный процесс. Первое, что вы можете, дедушкинский, бабушкинский способ, мочичкой взяли, да, в середине вашего процесса, ну, самое смешное, и кому-то может показаться диким, но оно работает. Значит, ватка и промыли, ватка и промыли, так несколько раз в день делаете, не хотите мочичкой, вода, сода, соль, похожий очень эффект. Еще простейший, я понимаю, что бабушкинские, дедушкинские способы в этом случае не совсем, как бы, многим подходят. То есть, вода с серебром, коллоидное серебро. Витграсс можно во второй половине дня? Можно, но он абсолютно пройдет в унитаз, лучше за полчаса до еды. Как чистить печень, если камни в желчном расторопшу нельзя? Кто вам сказал, что вам нельзя в расторопшу? Если камни в желчном расторопшу, вам нужно, если камни в желчном, я начну с первой половины дня, если камни в желчном, вам нужно делать вакуум. Если у вас камни блокируют желчный шток, два пальца поставили, массируете в одну, в другую. Если нужно, хирургические ваши камни, вам они рекомендуют удалять желчный весь, не торопитесь это делать. У меня есть ролик о ободлении камней, вы можете их ультразвуком дробить и дальше их вывести из организма. Сохраняйте всячески желчный. Желчный категорически важен, если вы удалите желчный, вы потеряете возможность усваивать жидростворимые витамины. Тогда вы будете пожизненно принимать дополнительно Оксбайл. Многие у нас уже с удаленным желчным, и я говорю, не приговор, главное брать дополнительно желчный. Еще раз одна из диких практик, некорректного невежества врачебной, медицинской, в этом случае, интервенции, когда вам удаляют ваш желчный, и говорят, ешьте, дорогой пациент, утром, днем и вечером перекусы, и, значит, чтобы не было дискомфорта от того, что у вас идет, называется, gastric bypass, который с вашей печени идет напрямую, сконструированный, значит, такой, да, ток напрямую ваш тонкий кишечник. И вам будет дискомфортно без еды, и вы начинаете жрать постоянно, и вы начинаете заедать этот дискомфорт, и вы влетаете в еще более глубокий метаболический синдром. И дальше удалили желчный, у вас и так был лишний вес, потому что камни всегда образуются из-за частых приемов пищи, потому что постоянно поражняется желчный, депозиты холестерина будут вам представлять собой большущую проблему, они будут, значит, образовать эти камни. И так или иначе, вам нужно будет удалить, да, этот желчный пузырь. Но ни один из врачей вас так и не проконсультирует, чего они появились, какая структура этих камней, что делать с едой, и дальше вы будете есть 5 раз в день, чтобы не было дискомфорта, и умрете от инсульта или рака, который ускоряется семимильными шагами, потому что вы начинаете есть чаще больше углеводистов, потому что от жирного вам тошно. А если у вас мало Д3, а у вас по-любому мало Д3, если у вас удален желчный, вы не можете его усвоить из продуктов. И печень у вас ожиревшая уже, большой привет. То семимильными шагами мы двигаемся в рак. Так, Тигр Алексей, спасибо, благодарю. Гречка разве для кандиды запретна? Гречка – это углевод с высоким гликемическим индексом. Любые углеводистые продукты, все, что дает и повышает объем глюкозы в вашем организме, будет давать вашему грибку большой привет. Все, что быстро переваривается, быстро усваивается, любые продукты, еще раз, которые дают вам быстро, если у вас кандида. По-женски, а кандида, когда вы кашляете, вот эти вот хлопья экстремально вонючие, которые вываливаются из вашей гортани, вот это ваш грибок, который, когда вы проживали, проглотили, вот эту вот глюкозу элементарную, он улавливает и питается ей. Понимаете, какая штука? И чем эта вот история там опасна? Тем, что, например, там гречка или рис, или там еще какая-то история. Вы его переживали, у вас вот эта вот кашица, да, углеводистая, она уже дает питание. А если вы там глоточек молочка или глоточек кока-колы, особенно не зеро, обычной, которая содержит кучу сахара в себе, или, например, там фруктовые смузи, еще раз, ваша кандида – это просто расцветающий цветок, да, и дальше у вас воняет изо рта постоянно, по-женски неприятный запах, по-мужски тоже, возможно, да, когда мы с вами, собственно, имеем на мужских половых органах вот эти вот размножения грибка. Все это люди местно снимают, но не лечат. Суть вопроса, да, как бы фундаментальный. Понижение ДГТ после… Вырастут ли волосы, которые выпали? Да, волосы, которые у вас выпали после колоссального объема ДГТ, мы с вами обсуждали, дигидротестостерон блокирует волосовый фолликул, и вы будете лысеть, у вас будет развиваться полная лапеция, полное облысение. Вы потеряете все волосы, и никакое количество пересадки не решит эту проблему, только понижение дигидротестостерона. И да, когда вы его понизите, через хотя бы там 3-6 месяцев работы над понижением, вы увидите, как начинает, да, вот эта вот щеточка такая, да, вот первые признаки того, что пробиваются волосы ваши, будет… Вы прочувствуете, да, вы засовываете руку туда, и вот там пошелунь, и вы чувствуете, да, как вот, если была гладкая до этого проблемустя кожа, да, как на лбу, то здесь вы чувствуете вот эти вот отрастающие вот эту щетину такую на вашей голове. Нет либидо на палео, мне 49, стройная. Молодец, ничего не означает, что вы стройная, и отсутствующая либидо сразу указывает вопрос эстрадиолтестостерон. В чем вопрос? Есть ли у вас комплексно-оральные контрацептивы? Какой вес? То, что вы стройная, ничего не означает. Композиция тела. Если у вас больше 30% жира, и вы стройная, и вы в жизни не видели ни один тренажер в тренажерном зале, и вот только что мы обсуждали эктоморфное телоснажение, подразумевает отсутствие жира, но при этом жировую печень, да, и у вас по-любому будет процент жира 25-30, даже если вы визуально типа окей. Но еще раз, я вам могу гарантировать такую интересную историю. Вот если вы пойдете в тренажерный зал и ляжете под эту платформу, которую вы жмете ногами, я уже молчу о приседаниях, там, в смите с весом, или просто о свободных приседаниях, больше 99% людей приседать не умеют, ни хрена, и у них нет этих кроссовок для приседаний с высокой твердой платформой. Вы просто будете издеваться над вашей спиной и поясницей, и чем угодно у вас не получится нормально присесть. Но у вас у всех получится в обычной вашей обуви, городской, даже босыми, прийти в зал и пожать вот эту платформу, на которую вы ложитесь, и ногами вы ее жмете. И если вы вот когда ложитесь и начинаете жать эту платформу, будете жать ее, такой, знаете, медицинский термин, до зеленых соплей. Еще раз, до зеленых соплей вы жмете вот эту платформу. По-настоящему, когда тебе хочется просто обделаться, обрыгаться, обосраться, простите за эти терминологии, значит, ты по-настоящему, то есть большая часть людей никогда не толкали себя в зале за вот эту грань боли. Ты доходишь, и у тебя 8 повторений в запасе еще остается. Это минимум. Я хочу, чтобы у вас ни одного повторения в запасе не осталось. Если у вас нет партнеров для тренировок, вы боитесь себя задать платформой, заканчивайте тогда, когда безумно больно. И вот это безумно больно, когда вы, да, пожали вашей ногой, двумя ногами вашу платформу. Заставит квадрицепсы, вот эти самые большие мышцы, ягодицы, бицепсы бедра, заставит работать самые большие мышцы на вашем теле. Упражнения жима платформы заставят работать самые большие мышцы на вашем теле. После чего ближайшие 48 часов у вас будет повышенный объем половых гормонов. И у вас либидо идет наверх. Идите в зал, присядьте со штангой, или пожмите платформу. 5-8 подходов по 25 повторений с высоким для вас весом. И дальше бегом в постель. Если у вас мужчина, значит, вялоэрекционный, а у вас овуляция и вам нужно, вот эту вот бутылку пива прочь, пошел поприседал, или сделал становую тягу, опять же, с умом. То есть физическая активность, краткосрочная, интенсивная, безопасная. Потому что если у вас сидит бюхает пиво, вы его отправитесь сделать становую тягу, он придется с пазмом пояснице, и он еще будет лежать там с блокадой месяц, без работающего там всего. Но еще раз, физическая активность для мужчин и для женщин, мощнейший стимулятор либидо. Будет хотеться в близости, если вы активны, и вы выполняете потребность тела. Главная задача вашего организма, главное, ребята, задача не только вашего, любого живого существа. Любого живого существа, главная задача выжить и размножиться. Выжить и размножиться, задача любого живого существа. Мы с вами в основном мешаем нашему телу выжить, из-за своих прекрасных привычек. И, естественно, функция размножиться, а очень страдает. Поэтому прошу вас, максимально подходите к вопросу здоровья. Прошу вас, дальше вы смотрите ролик в YouTube, написали Алексей Ворон, как быстро вылечить инсулиновую резистентность. Это ваше оружие номер один, которое даст вам дальше инструмент. Зашли в YouTube, написали, Алексей Ворон, как быстро вылечить инсулиновую резистентность. Смотрим, запоминаем, инвестируем, боремся. Все те, кто идут 15 сентября к нам на курс ПГ Марафон, милости прошу под видео YouTube в описании раскрыли, или в Instagram самый первый пост. Со вчерашнего дня у нас активная регистрация открылась на 15 сентября, где уже лично консультирую, бегом регистрироваться. Пока у вас еще есть возможность, потому что 4 миллиона просмотров, и я группу беру всего 50 человек на сентябрь. Регистрируйтесь, ребята. Я вас обнимаю. Всем крепкого здоровья. Всем сильного дня. И вы помните главные единицы измерения каждого дня, который может стать для вас инвестицией или станет провалом. Боль дисциплины или боль сожаления? Вы выбираете боль дисциплины. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok